На грани банкротства речь не про промышленное предприятие или фирму, а про один из немногих благотворительных фондов республики, который помогает бездомным животным. Ветеринарным клиникам и платным передержкам фонд УКО задолжал порядка 300 тысяч рублей. Подробнее ситуация в репортаже. Субтитры создавал DimaTorzok У каждой своя трагичная судьба. Это лайка чистокровная. Ее заводчик принес в клинику, оставил на усыпление, так как у нее были проблемы со здоровьем. Но врачи бесплатно сделали операцию и мы взяли на попечение ее. На вопрос, почему она занимается этим, Ольга отвечает, не может пройти мимо голодной собаки, которой некуда деться, в дождь и холод. На таких людях и держится фонд. Однако усилий небольшой группы уже не хватает. Еду волонтеры чаще всего покупают на свои средства, а передержка пока у нас в долг, конечно. Идут нам навстречу собственники из логостиницы, но тут около порядка 100 тысяч уже долг накопился. Долги у фонда и перед ветеринарами. Врачи клиник-партнеров фактически бесплатно оперируют, лечат, обрабатывают раны. Они не берут денег за свое рабочее время, но не могут бесконечно, бесплатно предоставлять, к примеру, медикаменты. Сегодняшний день дошло до того, что мы, к сожалению, вынуждены отказать им в лечении, лечение, потому что, помимо того, что мы хоть и любим, конечно, животных, но нам приходится помимо оплачивать зарплату сотрудникам, лекарственные препараты, все это покупать, коммунальные услуги, все это. В одной из клиник, например, за год мы посчитали, у нас было около тысячи стерилизаций, где-то около 500 кастраций. Приемы лечения это было больше тысячи. Это капельницы, лечение, операции, сложные операции, это травмированные животные, сбитые машинами. Сейчас фонд у нас находится на грани банкротства, потому что у нас очень большие долги, это в основном около 300 тысяч. Мы подсчитали последний раз в октябре и сейчас встает вопрос о дальнейшей работе фонда. Умки не выделяет каких-то дотаций государства. Общество работает за счет пожертвований и собственных средств волонтеров. В группе фонда ВКонтакте состоит почти 9 тысяч человек. И сейчас помощь, как никогда, требуется не лайками, а делом. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика.